Бог Творец на земле и дела, посылает свои энергии и все делает для того, чтобы вернуть человека в первозданное качество. Все, что совершается в Ветхом и Новом Завете, все имеет только одну цель, только одну цель имеет, чтобы мы вернулись в то качество, в котором были Адам и Ева до греха падения. С чем это связано? От качества природы человека зависит качество природы, природной среды, животного мира и всех живых существ. Наша планета живая, и в этой живой планете ядром ее является человек. От качества природы человека будет зависеть все вокруг, даже состояние нашей Солнечной системы. Поэтому Бог Творец пытается всеми силами вернуть человека в это первозданное качество и дает ему для этого средство. Так как человек имеет две природы, первая природа его души, это самое главное, что есть в человеке, это вечное в человеке, и вторая природа, которая дана нам на время земной жизни, материальная природа, теле, наше тело. Человек может обходиться только телесной пищей. Если он будет иметь чистый воздух, чистую воду и чистую пищу, тело его будет жить, и человеку будет казаться, что он жив. Человек может даже долго жить. Адам жил 960 лет, Авраам жил 175 лет, Сара жила 127 лет. Поэтому человек может жить долго. Но это речь идет о жизни тела. Но для нас и для Бога представляет собой более ценностное начало, звено наше, которое называется душа. Это и есть первый мир человека, и этому миру не нужна пища телесная. Этому миру нужна пища духовная. И когда человек перестает иметь духовную пищу и духовные энергии, дары святаго Духа, которые может дать только Бог, то человек может переступить порог и не заметить, как он перешел границу и перешел в животное состояние. Поэтому сегодня мы должны с вами что-то понять для себя. Когда Бог творит какое-то, готовит большое событие на земле, то на это уходит иногда много времени. Например, когда Бог выводит еврейские народы из плена египетского, Он их целых 40 лет вводит по пустыне, готовит их для будущей церковной жизни, для будущей жизни в уделе Бога. 40 лет вводит. Господь готовит очень долго свой приход на землю в качестве мессии. Пророки извещают за сотни лет до явления Христа. Иоанн Креститель живет в пустыне 30 лет. Он рождается только для одного, чтобы прийти пред Христом и совершить то, что мы называем крещением. Это ангел пустыни. Это основоположник монашества. Мы знаем, что пища Иоанна Крестителя была приближена к пище Адама и Евы до грехопадения, когда они были еще в раю. И, наконец, ангелы возвещают об этом тогда, когда еще только Христос рождается. Волхвы, весь Восток через волхвов, через мудрецов Востока поклоняются Христу и отходят. Все, в нем больше нужды нет. Христос выше, чем мудрость Востока. Это для нас очень важно. Поэтому сегодня мы с вами прикасаемся к величайшему событию, которое совершает Бог Отец, и в котором участвует Бог Сын и Бог Дух Святой. Если мы говорим об Адаме и Еве и знаем из Священного Писания откровение Бога, что Адам и Ева ходили пред Богом, то здесь мы видим явление всей Троицы, тех, кто сотворил этот мир, тех, кто дал нам жизнь, тех, кто нам принес живую клетку, живые существа сотворил, и человека по образу и подобию своему. Сила именно Рождества и сила крещения, которые в первые века христианства праздновались вместе и отмечались вместе, как единое событие, нам показывают некий период жизни Христа на земле от рождения до 30 лет. И, как я уже сказал, в это же время рождается по воле Бога через известие Архангела Гавриила, еще и Анкеститель, предтеча Господень. Последний и высший пророк. Что для нас очень важно, Бог начинает творить снова свою церковь. Как когда-то Он творил церковь из еврейского народа, так сейчас Господь снова творит свою церковь, но эта церковь уже готовится для перехода в другое качество. Церковь Христова увидит конец этого мира. Церкви Христовой нужно будет увидеть второе пришествие Христа, которое возвестит о том, что земная история прекратила свое существование и закончила свою историю. Новый Завет нам показывает все, как сотворен мир, кто сотворил этот мир, показывает всю предыдущую историю. Но этим нам показывается, что человечество как бы снова напоминается обо всем, что было когда-то либо, чтобы человечество учло эти ошибки свои и сумело выстроить правильный уклад народной жизни и продлило существование человека на земле. Продлило. Для этого Бог, Творец, нам дает апокалипсис. Он нам показывает, что будет с этой землей. Он нам показывает уже приговор. Приговор уже есть. Все с землей нашей уже понятно и ясно. Апокалипсис. Все прописано, что, когда совершится. Если бы мы с вами в учебных заведениях учились читать эту книгу, самую главную книгу для всего человечества не только для природной среды, но и для всех живых существ и в первую очередь для человека, для его поведения и для качества его природы, тогда мы бы по-другому вообще вели бы себя на земле. тогда уже все было бы по-другому, и наука была бы другой, и другой она изучала, а не атомные и водородные бомбы нам давала бы. Поэтому сегодня мы с вами говорим, что событие крещения нам все это открывает. И, наконец, само событие. Встречаются два. Иоанн Креститель и Христос. Иоанн Креститель рождается ради Христа. Иоанн Креститель выходит на реку Иордан раньше Христа и ожидает его. Но сила его проповеди так велика, обличение еврейского народа его имеет такую силу, что народ еврейский идет к нему на реку, чтобы покаяться в своих грехах. И, наконец, является тот, ради которого он родился и вышел на проповедь. Является Христос. И когда Иоанн Креститель увидел Христа, он сразу узнал его. И он скажет, что я не имею возможности даже развязать ремень на его обуви. Он сразу ставит себя в положение совершенно другое по отношению к Христу. В положение зависимое, более низшее, по иерархии. И, наконец, совершается, когда Христос входит в воду, Иоанн Креститель в ужасе. Он говорит, «Я у тебя должен креститься». Но Христос его утешает и разрешает ему прикоснуться к своей голове. И когда совершается уже таинство крещения, которое Христос полагает в основании своей церкви и скажет об этом потом, кто не рожден от воды и духа, тот не войдет в Царство Божие. Он показывает нам, крещение нужно для перехода души из этого мира в другой мир, в Царство Божие. Он начинает готовить через церковь свою наш переход к вечной жизни в Царстве Божием. Войти в Церковь Божию – это значит готовиться к переходу в Царство Божие. Поэтому сегодня мы прикасаемся к началу всех начал. И когда Иоанн Креститель совершает это таинство над Христом, и Христос позволяет ему это совершить, то мы видим, что происходит в результате. Когда мы с вами крестимся, наши телесные очи, наши чувственные очи, наши чувства, которые сопровождают телесную жизнь, они не способны видеть что происходит в храме, когда идет Богу служение. Наши чувства не видят и не показывают нам, что происходит во время крещения, когда нас с вами крестили, или когда мы, как крестные, участвуем в крещении. Но здесь нам показывается сущность, нам показывается как бы через прозрачное стекло все, что произошло здесь. И когда совершилось это крещение, Иоанн Креститель как духовное лицо, как духовная личность, не телесная, а духовная личность, потому что Иоанн Креститель никогда не уступал брак, он никогда не знал мирской жизни, он не вкушал ту пищу, которую мы с вами вкушаем, и он не дышал воздухом городов. Поэтому Иоанн Креститель был духовное существо. Это ангел пустыни. И ему, как ангелу пустыню, как духовному существу, открывается духовный мир, который предстал здесь, на реке Иордан, во время крещения. Он слышит голос, который с неба посылает свой звук. «Сей Сын мой возлюбленный». Кто может говорить слово «сын»? Это может говорить только Отец. Поэтому Отец обращается к Сыну. И потом, когда Христос выйдет на проповедь, Он будет постоянно обращаться к Отцу. Он будет постоянно обращать наше внимание к Отцу. Христос даже нам даст молитву к Отцу Небесному. Отче наш. «Если Отец говорит «Сей Сын мой возлюбленный, ибо мы знаем из другого места Священного Писания, так Бог возлюбил мир, что Сына Своего Единородного дал, что всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного дал, что всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И так мы видим Отца, мы слышим Отца, мы видим Сына, который уже имеет телесное начало, который имеет в себе материю, который вошел в наш материальный мир. И Иоанн Креститель еще видит Духа Святаго, который в данном случае сошел на Христа в виде голубя. И Мария, которая украшает наш храм, вот здесь изобразила в виде цветов через святые голубя. еще где-то общипала курицу и приставила еще перья. Так Мария понимает Духа Святаго. Она хорошая. Да. Да. Дух Святой дышит где хочет. Дух Святой нам дает дары Святаго Духа премудрость, разум, совет, крепость, ведение, благочестие, способность рассуждать, творить, понимать. Но Дух Святой в разных местах евангельской истории ведет себя по-разному. в данном случае на Христа он сходит в виде голубя. В другом месте на горе Фаворе Дух Святой сойдет на учеников Христа и один из них, Петр, скажет, как здесь хорошо, Господи. Ученикам уже не хотелось уходить с горы Фавор, когда Христос преобразился. они захотят остаться там и Петр предложит, давайте сделаем три палатки тебе, Моисею и Илье пророку. Петр не знал, о чем он говорит. Когда Христос вознесется на небо к Отцу Небесному, то через десять дней после Его вознесения на учеников Дух Святой снова сойдет в качестве огненных языков и почиет на каждом из учеников Христа и на Божьей Матери. И у них откроются отчие внутренние, у них откроется внутренний духовный мир. Дух Святой напомнит все слова Христа, которые Он им говорил, и эти простые рыбаки, которые не имели того образования, которое мы с вами имеем, эти рыбаки пойдут по всему миру, будут говорить на разных языках и поставят весь мир на колени перед Христом. Такая будет сила Духа Святаго в них. А Божью Матерь, которая имеет отношение к Духу Святому несколько раз через своих родителей, с которыми когда-то беседовал Архангел Гавриил, через ее пребывание до 14 лет в храме Иерусалимском, когда к ней приходили ангелы, с неба приносили пищу и беседовали. Когда Архангел Гавриил придет к ней перед тем, как на нее найдет Дух Святой, И вот наконец Дух Святой сойдет и на Божью Матери в данном случае. И мы знаем, что Божью Матерь Господь возьмет с телом на небо. Она достигнет того совершенства, которое ожидает от каждого из нас Господь. Будьте совершенны, говорит Господь. Итак, сегодня совершается вот такое событие, в котором мы участвуем. Понятие воды для нас очень важно. Мы знаем, что через воду был потоп на земле потомков убийцы Каина. Бог водой смыл этот мир. Мы знаем, что вода имеет очень много качеств. Вода реки, вода пруда, вода озера, вода моря, вода океана, вода дождей, вода источников. Везде разные качества воды. И мы знаем, что действительно через воду можно смыть целый народ. А в данном случае нам показывает Господь другое. У многих людей десятилетними стоит святая вода крещенская и не портится. Этим Господь показывает, что Дух Святой Его сила значением нашей жизни Духа Святаго. Мы можем быть правителями, мы можем быть учителями, врачами, но вот перед вами всеми целитель Пантелеймон, который не имел медицинского образования, но которого уже почитают сотни лет все человечество. Потому что Дух Святой Ему дал способность целить людей. И мы знаем, какой силой Иисус Христос воскрешал мертвых, освобождал людей от любой немощи, и какое слово имел Христос. Вот сила Духа Святаго. Поэтому сегодня мы с вами пришли и участвуем во вселенском событии, не о земном событии, вселенском событии. Каждый год, который совершается и напоминает нам о том, чтобы люди не забывали об этом начале начал. И если люди забудут об этом начале, то мы должны напомнить через слова Давида. Когда разрушены основания, что поделают праведники? Поэтому сегодня мы с вами пришли участвовать в этом событии. Мы пришли с вами, чтобы прикоснуться к самым началам, к Рождеству Христову и выходу его на проповедь в 30 лет его крещению. А дальше Христос выйдет на проповедь и принесет нам вот этот договор между Троицей, между Отцом Небесным и человечеством. Еще раз договор. Был древний договор, ветхий договор, а теперь договор со всем человечеством через Христа. Я вас всех благодарю, что вы сегодня все оставили и пришли сюда. Я всегда радуюсь, глядя в ваши глаза, что вы имеете сегодня самое главное желание что-то познать. Желание сегодня понять, почему наша жизнь не складывается. Для того, чтобы нам понять, почему наша жизнь не складывается, нам нужно положить в нашу память и память нашего сердца, память нашей души слова Бога. Без меня творить ничего не можете. Поэтому сегодня величайшее утешение для нас, для всех, и Господь нас утешает. Если сегодня не было церкви, куда народ бы наш пошел? Сколько выплакано слез на проповедях, сколько выплакано слез сегодня на исповедях, сколько людей вернулось жизни через соборование, через крещение, сколько крепких браков еще существует через венчание. Церковь вошла в жизнь народа и дала утешение нашему народу, чтобы народ утешился, вошел в церковь. От такой жизни, что было бы сегодня, если бы не было церкви? Поэтому сегодня у нас великое событие и великая радость, что мы снова вместе собрались, чтобы поблагодарить Бога, как может каждый из нас поблагодарить Бога за ту милость, которую Он нам дает. И если бы не было этой милости Бога, я плохо представляю, что с нами вообще было бы. поэтому сегодня мы скажем то, что говорим всегда Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры Продолжение следует...